Вторую детскую инфекционную больницу Барнаула, на которую массово жаловались жители, приведут в порядок, пишут аргументы и факты на Алтае. С 1 января горбольница вошла в состав Краевого центра охраны материнства и детства. Новый статус позволит укрепить материально-техническую базу медучреждения. Жители не раз сообщали в различные инстанции об удручающем состоянии больницы, жаловались на рваные грязные матрасы, плохое состояние сантехники, отсутствие душа, сломанную мебель, скудное питание и отсутствие необходимых лекарств. Краевой клинический центр охраны материнства и детства объединил клиническую детскую больницу, перинатальный центр и городскую детскую инфекционную больницу номер 2. В новом статусе учреждение начало работать с 1 января. С нового года 573 тысячи неработающих пенсионеров края получат прибавку к пенсии. Страховые пенсии проиндексированы на 7%, что в два раза выше прогнозного уровня инфлякции по итогам 2018 года. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России Полиции Бру. Также отмечается, что предприятия «Почтовые связи в крае» начали доставку пенсии с 3 января. Часть получила пенсию в декабре, остальные пенсионеры получат без изменений 14 и 22 января. Известный на весь мир фотограф запечатлел животных Барнаульского зоопарка. Фотохудожник и путешественник из Иркутска Евгений Доманов провел фотосессию барнаульским питомцам и планирует вернуться в зоопарк. Летом уже с другими известными фотографами мира он ездит по миру и фотографирует диких зверей. Говорит, что мечтал снять красивые портреты помы, черной пантеры и леопарда. Животные Барнаульского зоопарка вызвали интерес именно потому, что они оказались самыми выразительными в сравнении с такими же видами в других зоопарках мира. Фотографии зверей вошли в календарь художника. Эренчин, Доржу, Маркел и Эсфира. И так тоже барнаульцы называли детей в 2018 году. Комсомольская правда на Алтае выяснила среди самых популярных имен прошлого года Михаил, Иван и София. Большинство барнаульских ЗАГСов уже подвели итоги. Почти везде рождаемость превышает смертность. Также комсомолка выяснила, какими редкими и необычными именами называли барнаульцы новорожденных. Нераспространенным, например, стало имя Яна, наряду с Эльвирой, Яромиром и Эренчин Доржу.